Теперь насчёт книжки. Я вчера обещал проанализировать. Ещё раз. Примите это легко. Наслаждайтесь этим. Делайте только то, что в действительности хотите. Нет ничего, чтобы вы были обязаны делать. Это последняя фраза фильма «Секрет». Это хорошо или плохо? И да, и нет. Но давайте, поскольку любое явление, как бы, оно диалектическое, мы сейчас с этим разберёмся. И заодно я вам сейчас зачитаю. Ещё тогда мне прислали по интернету. Здравствуйте, уважаемый такой-то. Я радиожурналист. Живу в Пскове. Более 10 лет читала ваши книги. Старалась понять и воспринять информацию. Одним словом, то, что в ней было написано, бальзам на душу. Но в остальном, так же, как многие, жила, любила, страдала, гневалась, училась и так далее. Вы были где-то далеко, в Поднебесе. Как тот мальчишки-бальчиш из детства. Знали великую тайну. И вот на днях произошло чудо. Хочу с вами поделиться. Как всегда, ваши книги для меня нашли. Это были две последние. Вторая часть «Воспитание родителей. Ответы на вопросы». Впечатление от них получило огромное и очень сильное. Спасибо. Но чудо случилось дальше. Что-то не успокоиться мне было. Как будто последний пазл потерялся. И его не хватает для того, чтобы картинка сложилась. Зашла к вам на сайт и нашла рекомендации. Прочесть книгу Джо Виталия и Ихалиакала Хьюлин «Жизнь без ограничений». Сначала по интернету прочла и честно просто обалдела. Вся ваша система, но другими словами. Но чудо произошло, когда я вдруг почувствовала, что несу стопроцентную ответственность. И все стало сразу родным и близким. Работы, конечно, очень много, но она в радость. Спасибо и так далее. Еще момент. Меня зовут Такта. У меня двое детей. Дочка и сын. С дочкой в порядке, а вот сын болен. Врачи поставили диагноз синдром Вита. Это разновидность эпилепсии. Мы с мужем сейчас работаем над собой. Большое впечатление на меня произвела книга «Жизнь без ограничений». Древнее секретное гавайское учение. Хопона-пона. Каждый день молюсь и говорю, я люблю тебя. И каким-то шестым чувством чувствую, что будет все хорошо. Очень хотелось бы знать, над чем нужно работать. В каком направлении, чтобы достичь лучшего эффекта и помочь своему ребенку. Так, теперь переходим к книге «Жизнь без ограничений». Сначала информацию излагаю, а потом… Значит, насчет гавайского вот этого секретного метода. Как раньше он выглядел? Традиционный метод. Межличностное решение проблемы. Ну, то есть люди собираются. Ведущий выступает посредником в решении проблем каждого участника. Ну, то есть, как бы коллективно решает, как ему помочь. Должны присутствовать все лица, вовлеченные в проблему. Все участники должны покаяться друг перед другом. При этом ведущий следит, чтобы не было конфликтов. Каждый участник должен прочтить о прощении всех присутствующих. Теперь женщина это несколько изменила. Этот метод и создала следующее. Нужно внутри решать проблему. Вовлечен только ты и твое «я». Ты находишься наедине с самим собой, покаяние перед самим собой и самопрощение. Значит, главный механизм, который описан в этой книге, он заключается в следующем. Всего четыре фразы, которые нужно повторять как молитву. И, соответственно, у человека многое начинает меняться. То есть нужно сказать «обращаться к Богу» или к другому. В принципе, как начинается с обращения к Богу. Нужно сказать «я тебя люблю», нужно сказать «извини меня», нужно сказать «мне очень жаль» и нужно сказать «благодарю тебя». И после этого начинается… То есть нужно постоянно говорить вот такие фразы. Вот этот доктор Илья Акала Хьюлин, он… Почему я этим заинтересовался? Мне сказали, что один человек, доктор, в больнице вылечил практически всех психических больных, используя вот этот тайный метод. А смысл его в том, чтобы повторять «я тебя люблю», «извини меня», «я сожалею, если что-то не так» и «благодарю тебя». И вот он не лечил больных, он смотрел на них и лечил как бы себя, чувствуя свою ответственность. Второй этап, первый, это вот нужно так повторять, второй, ты ответственен за всё, что происходит в мире. Если кто-то болен, значит ты за это ответственен. Значит нужно молиться за себя, но это поможет другому. И вот таким образом, на самом случае, здесь показывается, что он вылечил всю клинику. Я просто повторял, я люблю тебя весь день. Всё, он говорит. И дальше, он говорит, как нужно работать. Вы полностью отвечаете за всё происходящее. Всё находится в вас, абсолютно всё без исключений. Вы должны очищаться от этого или вы никогда не очиститесь. Очистить терроризм – очищение, очищение, очищение. Ну то есть повторять эти фразы. Очистить экономику – очищение, очищение, очищение. Ну и так далее, и так далее. То есть вот такая схема. Это я прочитал. Дальше. Кроме этого, есть ещё интересный момент, о котором он говорит. Страница 215. Значит, выглядит это следующим образом. Называется глава «Сигары, гамбургеры и убийство Бога». Значит, здесь написано следующее. Он говорит, сигары – это не очень хорошо. А этот говорит, главное… Ты куришь во время медитации на тренажёрах? Нет, нет, я не курю по вечерам. Доктор Хьюлин на минутку задумался. Я ожидал, что он сейчас расскажет мне, насколько вредно курение. Наконец он сказал, думаю, это прекрасно. Правда, спросил я. Я думаю, что ты должен курить сигареты вместе со своим автомобилем марки такой-то. Вот такая ситуация. То есть, что в конечном счёте он говорит? Вот тут фраза хорошая. Что вы делали? Конечно, он создал или постиг другие методы для очищения воспоминаний. Причём он говорит, нужно отказаться от прошлого и отказаться от будущего. И тогда, говорит, легче будет произносить фразу «я люблю». Что вы делали в эти дни для очищения? – спросил я. Он тихонько засмеялся и сказал, я убивал Бога. Я торопел, убивал Бога, повторил я, гадая, что он имеет в виду. Знаю, что даже вдохновение находится на один шаг дальше от нулевого состояния. А вдохновение идёт от Бога. Я говорю, что должен убить Бога, чтобы оказаться дома. Но как вы убиваете Бога? Продолжая очищаться. То есть, нужно выйти на нулевое состояние, где вообще нет даже вдохновения. То есть, где нет никакой энергии. И вот тогда будет как бы внутренняя гармония и очищение. Ну и ещё некоторые моменты здесь говорится о том, что приходит вот этот доктор и видит, что у человека лежит визитка, а на ней он сфотографировался со своей машиной, шикарной машиной, ручной сборки, стоит там 200 тысяч долларов. Вот. И у него визитка, и он на фоне своей машины. Ну, американские схемы, я успешный человек. И этот доктор говорит, а ты знаешь, говорит, вот этой штучкой ты можешь помахивать себя, у тебя тоже будет ощущение. Когда ты говоришь, я люблю Бога, я люблю тебя, обращаясь к Богу. И когда ты машешь карточкой вокруг себя, у тебя тоже всё очищается. Так что всё нормально, можешь махать карточкой. Вот общая информация. Давайте машем день. Что делать будем? Давайте поэтапно. Начнём с этой записки. Делайте только то, что действительно хотите. Дело в том, что вот этот человек, который мне писал эту книжку, он и в фильме «Секрет» является одним из ведущих героев. Он сообщает о том, как нужно себя вести для того, чтобы стать богатым, чтобы было успешно. И в фильме «Секрет» там очень просто. Есть закон притяжения. Мне очень нравится, так сказать, американцы, вообще западные цивилизации, форму могут делать блестяще. Подача великолепная. То, что там я на многих книжках растягивал, здесь говорится просто. Есть закон притяжения. Вы радуетесь, к вам идёт радость. Вы ощущаете себя богатым, к вам идёт богатство. Вы недовольны, у вас всё рассыпается. Вы плохо думаете о мире, мир вас ненавидит. Поэтому, представьте, что вы очень богатый, деньги к вам пришли. Представьте, что вы владельцем виллы за 3 миллиона долларов. Она у вас. Механизм. Ну и последняя фраза, так сказать, вот этого фильма. Так сказать, есть плюсы, есть минусы. В чём смысл этой фразы? Кто мне переведён? Не делайте только то, что хотите, и не делайте того, что не хотите. В смысле, не убивая своё желание, то есть энергия должна идти. Правильно. Дело в том, что любое подавление своего желания, это подавление энергии. Поэтому, когда человек делает то, что он хочет, и не делает того, что не хочет, у него повышается энергетика. Ребёнок так себя ведёт. Ребёнок, попробуйте заставить. Он не хочет и всё. Это взрослый, ты должен, нужно. Родина, так сказать, требует, чтобы ты отдал последнее, так сказать, олигархам и прочее. А ребёнок говорит, а я не хочу, вот я только, так сказать, вот хочу это и делаю. Так вот, это механизм сохранения и поднятия энергетики. А минусы какие-то есть или нет? Если человек работал, я просто делаю. А на рабочем. Потому что делать вас иногда хочет божественное, очень редко. Часто человеческое, а в последнее время всё чаще хочет делать животное. И когда мы не знаем, что в нас хочет, то тогда эта поднимающаяся энергия, она куда-то пойдёт. Она может пойти на виллу в 3 миллиона долларов, а может пойти на то, чтобы банк подломить. Или, так сказать, получить, так сказать, сексуальное удовольствие с той дамой, которая не хочет категорически. Ну и так далее. Значит, энергия. Здесь прекрасный рецепт по поднятию энергии. Я, кстати, об этом тоже говорил. Я на одной из лекций говорил, что один из принципов здоровья – никогда не делайте долго то, что вам не нравится. Возомнился равным Богу – это абстрактная фраза. Суть дьяволизма – превосходство. Превосходство – это последующее звено. Что под превосходством? Сознание. Сознание. Гордыня. Гордыня. Приоритет человеческого божества. Его картина мира признается первичной. Картина мира признается первичной. Понимаете, пока всё идёт общие такие, но накатанные фразы. Суть. Суть в чём дьяволизма? Энергия без любви. Вот уже ближе. Вы вспомните, как появляется дьявол. Дьявол – это ангел, самый сияющий, утренний, Люцифер. Это означает, что у него самая сильная энергия. И он возомнил себя подобным Богу. И у него появилось чувство превосходства и так далее. Почему? Потому что, когда начинается Вселенная, идёт информация. Информация не сильна. А энергия – это уже власть, это сила. Суть способностей в энергии. Если у вас есть энергия, вы можете всё сделать. У вас способности. Чем больше у вас тонкой энергии, тем больше у вас способностей. Энергия ушла, способностей нет. Так вот, дьявол – это победа энергии над любовью. В любви есть и информация, и энергия, и всё. А дьявол – это уже чистая энергия. А чистая энергия – это уже время, это уже вторичное звено. И когда второе звено объявляется первым, вот тогда начинается что? Тогда начинается дьяволизм. Значит, дьяволизм – это есть поклонение энергии. Вот в таком аспекте становится уже понятным. А если мы будем говорить, что надо в себе преодолевать дьявола? И вот после таких перечислений, которые вы сказали, мне вообще непонятно, а что в себе преодолевать? И начинаешь. Там гордыня, там сознание, там ощущение, так сказать, первичности картины мира. Если вы ваши все, так сказать, мысли в точку не сжали, руководством действия это не будет. Вот то, что вы сейчас дали 10 вариантов дьяволизма – это совершенно кусковая, раздробленная картина, и значит преодолеть в себе дьяволизм вы просто не сможете. Чтобы его преодолеть, нужно его характеризовать не просто одной фразой, а одним ощущением. Только дьяволизм – это когда энергию пытается поставить над любовью. Когда Иисус Христос был искушаем дьяволом, почему именно в пустыне был искушаем? Потому что он начал голодать, поститься. А когда человек голодает, уединяется, в пустыне никого нет, у него заблокированы функции тела и духа. Значит, что идет? Энергия пошла. И пошла энергия, и что главное? Нужно сохранить любовь, нужно ощутить свою беззащитность и не концентрироваться на своих сверхвозможностях. Как это делать? Практически все. Энергия пошла, я все могу, и пошел. Это издеволизм. Как только пошла энергия, и появляется ощущение, что у вас все желания исполняются, тут же нужно тормозить процесс исполнять желания и молиться, чтобы четко поставить систему приоритетов. Так вот, когда Христос говорит дьяволу, не искушаясь, не хлебом единым, а Словом Божиим живет человек, это означает, что эту высшую энергию, которая пошла потоком, он в первую очередь отдает Богу. И для него первичная любовь. И ради любви он останавливает свои сверхвозможности, способности, там говорится, все что угодно, делай и так далее. То есть дьявол, когда ему говорит, прыгай со скалы, сделай там, я тебе дам все чудеса, это всего-навсего внутренний голос, который Христу говорил. Сейчас ты можешь сделать все, что угодно, у тебя все получится, летать по воздуху. Ну, он, в принципе, и так делал все, что. То есть энергетика высочайшая. Но он каждый раз подчеркивает, что все эти сверхчудеса вторичные, это дьяволизм. А первичная любовь. И здесь беззащитность, которая подталкивает к любви, важнее может быть, чем сверхспособности. Поэтому в одном случае Христа берут, а он проходит мимо них, как сказано в Библии, мимо них, сквозь них и уходит. А в другом случае сказать, он говорит, мечи надо приготовить, чтобы защищаться. Непонятно. А все очень просто. Можно закрыть себе сверхспособности для того, чтобы быть казненным, иначе не удержатся. Представляете? То есть он может сделать с этими людьми все, что угодно. Взглянет, человек умрет. Улетит. Пройдет незамеченным. Просто скажет, ребята, вы не по адресу. И все пошли, схватили Иуду и его казнели. То есть все, что угодно. А вместо этого, да, берите все. И весь процесс распятия. Чтобы люди поняли вторичность силы, вторичность энергии. Это подсознательный механизм, как говорится, нашего спасения. Вот и все. А если теперь с этой точки зрения перейти к фильму «Секрет». Фильм «Секрет» концентруется только на том, чтобы выбить энергию из человека. Увеличить энергетику. Настройтесь на позитив. Что такое позитив? Настрой на энергию. Мы испытываем удовольствие, когда у нас идет тонкая энергия. Злость мы испытываем, когда останавливаем тонкую энергию и превращаем ее в физическую, в агрессию. Но в принципе ощущение счастья, радости и удовольствия – это тонкая энергия, протекающая сквозь нас. Значит, когда мы настраиваемся на позитив, мы просто увеличиваем поток энергии, идущей сквозь нас. И вот здесь маленький нюанс. Если мы только концентрируемся на потоке энергии, которая идет сквозь нас, и забываем о вере и любви, что будет, кто подскажет? Что будет? Обесточенность. Мы же эту энергию где берем? Из души. А любовь-то не приходит практически в душу. Забираем из души гораздо больше энергии через настрой позитива. Чем? Получаем. Значит, что будет с душой? Вырождение. И дальше переход точки опоры на сознание, гордыня. А дальше идолопоклонничество и распад. Я вчера говорил, когда человек молится Богу с корыстной целью, это использование любви, использование Творца в своих корыстных целях. Это идет обесточивание души. Повышенный прагматизм молитвах православных и католических, я не исключаю, привел к серьезнейшему кризису, который мы сейчас наблюдаем. А здесь искренне чистый дьяволизм. Раскрутите энергетику. Делайте то, что хотите. Энергия пошла, пошла. Все, дальше получите. Все, что угодно. Причем, я проанализировал эти четыре фразы, которые вот эта женщина. Во-первых, этот секретный метод, холохона, пона и так далее, он не является секретным и не является гавайским. Из того, что я прочитал, вы понимаете, что это элементарно. На Гавайях люди христианство стали применять не через храм, не через зависимость от священника, который все больше администратор, а стихийно сами попытались христианство использовать как лечебную систему. Они собирались. Ведь в Библии, когда начало говорится, кайтесь, покаяние и исповедь друг перед другом совершать, а не перед священником. Почему? Потому что, когда ты другому признаешься в своих ошибках, идет искренность, и тот тебе помогает, и ты в этот момент меняешься. Вот смысл, в чем исповедь. Потому что, когда ты хочешь измениться, твоей энергии мало. Когда тебе человек дает энергию со стороны со страданием, ты начинаешь меняться. И ты можешь стать другим. То есть, человек помогает своей энергией, чтобы ты изменился и уже так, скажем так, себя не вел. Поэтому, вот такие, так сказать, коллективные сборы, когда люди помогали друг другу, каялись, признавались в своих ошибках, на общей энергетике было легче человеку измениться. Это и называется церковью. Мы считаем, что церковь – это храм. Церковь – это собрание верующих, и не больше. Так вот, это собрание верующих помогало выживать друг другу, поддерживая чисто состраданием, любовью. И именно такими были первые общины. Это потом уже пошла администрация, власть духовная, и все только через священника, только, только и так далее, и так далее. Так вот, это как бы стихийный метод обыкновенного христианства. Люди взяли, а потом эта женщина его усовершенствовала. Почему женщина? Потому что, как говорится, баба нутром чует. Она интуитивно взяла те фразы, которые поднимают энергетику. Обратите внимание, я тебя люблю, всплеск энергии. Я сожалею. Когда человек извиняется, он сбрасывает энергию на другого. Я сожалею. То есть, как бы, это, ну, я не прав. Да, я тебе отдаю энергию, как жертву. Я жертвую тебе энергию, потому что я не прав. Я должен, если я неправильно сделал, я должен пожертвовать. Во всех священных книгах написано, что жертва в какой-то степени искупает грехи. Так вот, когда я говорю «извините», это означает, что я жертвую энергию. Я в этот момент отдаю энергию. Дальше. Я сожалею о том, что сделала. Я сожалею – это означает, на самом деле, тоже форма извинения. Не то, что я сожалею, а смысл «я сожалею» – это значит получить от меня энергию. Я не хочу так бы дальше поступать. И последнее. Я благодарю тебя. Благодарю. Я же в книжках писал, что нужно больше признаваться Богу в любви и благодарить Его, чем выпрашивать что-то в молитве. И здесь совершенно четко, виртуозно перечислены главные фразы, которые заставляют нас отдавать энергию. Именно поэтому, что человек, который настраивается на эту тему, у него начинает активнее идти энергетика из души. При слове «я люблю» автоматически идет выброс энергии. Мы биологически так созданы. А потом еще женщина говорит, что ваши мысли создают всю Вселенную. Что бы ни произошло, вы ответственны. То есть вот эта установка на то, что что бы ни произошло, ты ответственен, значит ты должен усиливать свою энергетику, чтобы помочь. И это опять схема усиления выброса энергии. То есть здесь путем фраз выстраивается схема максимального выброса энергии. И вот на этом максимальном выбросе энергии ваше любое желание исполнится. Что это? Это магия. Вот и все. Да. Не может быть это как раз то, что опутано причины и следствия? То есть причины и следствия. Это дьяволизм. Это магия и это дьяволизм. Когда любовь у них, для них молитва и любовь к Богу – это средство, чтобы получить энергию, которая пойдет на виллу в 3 миллиона долларов. Если бы это была пустышка, профанация, плюнули и забыли. Но самая страшная ложь – это полуправда. Здесь используется обычный человек, верующий, католик и православный, лбом стучится. Господи, дай квартиру, дай здоровье, помилуй, дай, дай, дай. Но это магия чистейшей воды. А здесь наоборот. Господи, получи мою энергию. Это гораздо более высокий уровень. Так начинали первые христиане. Здесь все настроено на отдачу энергии. Не на получение, а на отдачу. И через эту отдачу энергии у человека растет энергетический уровень. Поэтому блестящий прорыв, если вдуматься. Но ради чего этот блестящий прорыв? Ради виллы в 3 миллиона долларов. Человек ничего не попросит. Вы посмотрите фильм «Секреты» и прочитаете эту книгу. И все поймете. Ради чего это? Он ничего не попросит поначалу. А когда ему убеждают, что вот когда ты так будешь говорить, я люблю тебя, то у тебя будет все. Причем там, так сказать, если как бы понятно, я тебя люблю, и у человека гармоничного будут и деньги, и здоровье. Это законы вселенной. Но здесь все жестко пристегнуто к конечному результату. А пошли вся книга, например, в этом мы очень рекомендовали. Вся книга, вот дела пошли, продал на 150 миллионов долларов машину и так далее. То есть это утонченный дьяволизм, который выжимает самые святые чувства. Понимаете, если вы идете по дороге, и вас напал человек, и по-честному вас ограбил. Ну, работа у него такая. А другой вам признавался в любви, в дружбе, а потом вас предал. Кому вы будете лучше относиться? Ну, я же, понятно. Так вот, здесь человек признается в любви, чтобы обворовать. Он говорит, я люблю тебя для того, чтобы продать машину на 150 миллионов долларов. Вы понимаете, это самое, можно сказать, высшее кощунство. Человек не просто говорит, как говорится, честно говорит к Богу, Господи, дай мне, пожалуйста, машинку, квартиру и здоровье. Он говорит, нет, он говорит, Господи, я тебя люблю. И думает, вот теперь у меня точно будет машина, квартира и здоровье. То есть, то есть, сказать, обесценено самое святое. То есть, можно говорить все, что угодно, но в конечном счете, в конечном счете, здесь везде вылезают к яйца уши за 3 миллиона долларов вилла. Подобную книжку я читал лет 10 назад. Она называлась «Самый лучший в мире торговец». Я в Питере на семинаре о ней говорил. Смысл тот, что когда маленький Христос лежал в яслях, на небе зажглась звезда. И знаете почему? А потому, что будущий «Самый лучший в мире торговец» подошел к Христу и укрыл его своим плащом. Вот такая ситуация. Там все, там рассказывается история. Вот представляете, я подошел к Христу «Самый лучший в мире торговец» и там, кстати, главная, естественно, западная реклама. Эта книга продана 5 миллионов экземпляров. У нее 5 миллионов читателей. Это только за эти два года. А дальше будет больше. Я говорил, что эта книга, по сути, отвратительная. Что в ней человек говорит, там, герой, я, говорит, буду все делать, чтобы стать лучшим в мире торговцем. Правда, там, честно сказано, у него детей нет, нет семьи, бесплоден. Но он хочет стать самым лучшим в мире торговцем. Для этого он будет верить, для этого он будет любить, для этого он будет развиваться, для этого он будет говорить комплименты людям, ухаживать за людьми. И он станет самым лучшим в мире торговцем. Нормально? Как? Любить? Любить он будет прибыль. Удачную покупку он будет любить. Эта книжка была лет десять назад. И она имела бешеную популярность. Я тогда ее показывал, говорю, вот эта книжка отвратительная, она исчезнет скоро, и про нее все забудут. Все забыли. Но эта тема, использование всего святого ради, использование любви, ради энергии, она же, как говорится, вечная тема. Поэтому, так сказать, сейчас этого будет все больше и больше. Потому что язычество сейчас крепнет, оно лезет под самыми разами, потому что слабеет, когда слабеет единобожие, усиливается язычество. Вот когда я посмотрел на все то, что сейчас творится на Западе и в России, тогда я сменил модель мышления. Я на лекции о ней говорил, раньше я старался жить. Что такое жить? Объясню в файлах наших подсознаний. Жить – это существовать в определенных условиях, к которым ты привык. Хорошо жить – это существовать в тех условиях, о которых ты мечтал. Согласны? Но когда мы мечтаем в определенных условиях, они у нас становятся статичными. Правильно? Модель. И это уже тема благополучной судьбы. И когда она рушится, что мы испытываем? Ненависть, страх, уныние. Согласны? После того, как я познакомился с образом жизни на Западе и понял, что там рая нет, а в России точно его пока еще нет. Я пришел к такому выводу. Нужно не жить, а выживать. На самом деле мы все выживаем. Что такое выживать? Это быть готовым к любой ситуации. Готовым. Это быть готовым выбросить всегда форс-мажорную энергию для того, чтобы создать новую модель, приспособление, адаптация и так далее. Вот когда я сказал, что я должен выживать, я понял, что весь мир на самом деле выживает. Только хочет убедить себя, что он живет. Что бы мы ни делали, как бы мы хорошо себя ни чувствовали, в перспективе мы просто выживаем или не выживаем. Как я только, так сказать, модель себе осознал, что я выживаю каждую секунду, мне стало легко. Что бы ни случилось, ага, просто мне не хватило модели для выживания, для данной ситуации. Все. Вся ситуация. Так вот, все-таки возвращаемся к фильму «Секрет». Смысл магии заключается в том, чтобы не за счет любви от Бога получить что-то. Что-то ты делаешь, все на тебе свыше дает. И ты понимаешь первичность божественной воли. Магия говорит, Бог не нужен. Составь астрологическую карту, включи сверхвозможности, и ты все получишь. Все. То есть, вот ощущение. Вы делаете свою судьбу. Кстати, многие, читая мои книги, говорят, вот вы говорите, вот там работай, меняйся, судьба изменится, какое право имеете воздействовать на судьбу? Я хотел бы подчеркнуть, что мы влияем на свою судьбу, но я потом писал об этом. Мы должны раз и навсегда понять, что воля Творца первична. Что будет то, что, так сказать, свыше нам определено. Но мы можем, меняясь, какие-то аспекты улучшать или ухудшать. Вот и все. Но нужно понимать, что человек сам никогда, никогда человек сам не повлияет на волю Вселенной. Бог, мы соединились с Творцом. За счет этого наша возможность раскрывается. Но истинная, так сказать, мы не знаем во Вселенной всей истины, поэтому только за Творцом последнее слово. А здесь что получается? Когда я думаю, что я могу все делать, это уже дивализм, это есть гордыня. Так вот, в этой книге не только есть главные формулы для выброса энергии. В этой книжке еще есть очень важный момент. Ты 100% ответственен за все. Это формула сильнейшего выброса энергии. Ведь я же за все отвечаю. Я должен постоянно очищаться. То есть я должен постоянно... Очищается человек не любовью в этой книжке, а выбросом энергии. Очищается дивализмом. Понимаете схемы? Хотя энергия, которая выбрасывается, она действительно чистит поверхностное уровень. Потому что, когда у вас много энергии, вы меньше зависите от окружающей среды, и у вас будет меньше падения агрессии. Поэтому сказать, что это только плохо, невозможно. Все зависит от соотношений. Энергия – это великолепно. Пока она не выходит на первый план. Так вот, эта формула, которую здесь хвалит женщина, самое главное, что я поняла, что, так сказать, я ответственна за все. Она стала счастлива, потому что подперла энергия. А о том, что эта энергия отнимет у нее любовь, женщина не подозревает. Вот ситуация. Так вот, когда все эти, так сказать, если вы будете книжку читать, просмотрите. И в конце, когда он говорит, нужно Бога убить. То есть подразумевается, что Бог – это какие-то ограничения. Почему книжка названа «Жизнь без ограничений»? Бог требует ограничивать наше животное человеческое. А здесь человек говорит, все, ограничений нет. Все желания исполняются, ты счастлив. Потому что любое подавление желания – это уменьшение энергетики. То есть дьяволизм чистой воды. И как красиво все это подается. И фильм «Секрет». Они сейчас хотят приехать в Россию, пропагандировать. Сказать, уже по телеканалам показывают этот фильм. Так что, маразм крепчал. Уже секрет. Они будут это раскручивать, раскручивать. И вот, причем, я вам скажу, это очень блестящая упаковка, очень хорошо пробивает и на человека это влияет. Я вам скажу, я когда эту книгу прочитал, вот эти фразы, «Я тебя люблю», повторяя каждому, я думаю, «Я же это самое говорю». Думаю, какое созвучие. Начинаю читать, ощущение разное, думаю, какая книга. Я ложусь спать в этот день. Днем. И днем я сплю, и мне снится, первый раз в жизни мне приснилось, что я обокрал женщину и не отдал. Причем, у меня в грозе не совесть, мне надо бы отдать, украть. Думаю, не, не отдам. Я проснулся, думаю, вот это да. Думаю, вот тебе на книжке пишу, то, сё. Я говорю, у меня еще в худшие годы такого не было. Думаю, откуда такой маразм лезет из души? Я просто ходил, оглушенный, я как-то с книжкой сначала не связал. Ночью моей жене снились похороны два раза. Я посмотрел, связанное со мной, с детьми. Нормально? Почитал, а потом я понял, это книжка. Так вот, после этого, когда я смотрел день 10 назад фильм «Секрет», после этого я себя продиагностировал, понял, в чем дело. Так вот, когда я смотрел фильм «Секрет», я их продиагностировал. У них у всех смерть детей в поле. А теперь я хочу доложить диагностику вот этих дам, которая мне, которая древнее секретное гавайское учение, которое прочитала. Так вот, у нее смерть потомков до седьмого колена. Тема «Унижение себя из-за семикратной концентрации на душе». Я бы раньше сказал, что это поклонение души, наверное, связано с сексом, с наслаждениями, потому что я все-таки у меня видение достаточно ограниченное. Я вижу крестики, нолики, все. Идет обесточенность детей до седьмого колена, идет, как говорится, женщина растоптала себя ради каких-то высших ценностей души. Обычно у меня как это? Ну вот, или секс там, или что-то. Я не подозревал, только благодаря этому фильму, этой книге, и то, что она упомянула про эту книгу, я понял, в чем здесь проблема. То есть, поверив этой книге, она переключилась не на любовь, а на выброс энергии из души. Она концентрируется на душе, сосет из души энергию, и у нее сейчас пойдут дела, а дети до седьмого колена не жизнеспособны. Вот так книжка воздействует на людей. Санитары леса. Так что, я думаю, что те, кто эту книгу читают, если они в эту книгу поверили, ну, сколько лет, месяцев или лет будет распад, это, я просто это сразу чувствую, я говорил, что я смотрел передачу, канал СНЛ, ну, там протестантские, помните, рассказывал, там молодой пастор, Максим Максимов, ну, так заливается, парень умный, энергичный, все по Библии, только по Библии. Я думаю, какой молодец, у меня как будто иглой почки проткнуло, думаешь, стоп, 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 смотрю, у меня семикратная высшесмертельная концентрация на откуда наводка, оп, из телевизора, а я его диагностирую, у парня поле неплохое, но все это только для того, чтобы статус, деньги и так духовную власть, он великолепно говорит, он прекрасно, он жизнерадостный, Библию читает, первый исходный импульс, деньги, благополучие, статус, все, и все, что он после этого говорит, ноль. Вот в основном так работают протестанты, катастрофы, и вот этих моментов сейчас в мире все больше и больше. Поэтому я вам скажу, что почему я требовал, сказать, просил и требовал определить, что такое дивализм, потому что, если вы не понимаете сути дивализма, вы, прочитав эту книгу, будете говорить, как здорово она написана. И когда он там говорит, нужно Бога убить, тогда дела пойдут. Это не опечатка, это не аллегория, это уже, как говорится, вырвавшаяся из подсознания программа. Почему? Потому что Бог заставляет ограничиваться, Он дает не только любовь, но потеря и ограничения. А вот здесь ограничений нет в этой книге. Все, без ограничений. Вот так выглядит дьявол. Одна из форм. Вот и все дела. Что? Да? Ну, попутно, попутно. Рога и копыта тоже должны быть. Реклама сигарет и гамбурграф. Вопрос, да. Да. Я вам скажу следующее. Подсознание идет за сознанием. Если человек понимает, что он корыстен, то тогда перед тем, как обращаться к Богу, он старается отрешиться, принять потерю, покаяться. Это означает, что для него вилла в прошлом или в будущем, но она ему не нужна сейчас, ему нужна сейчас любовь. Поэтому обычно перед молитвой нельзя молитву наелся, в обиде, Христос говорил, нельзя идти. Поэтому подразумевается, что молитва состоит из двух частей. Из отрешенности и любви. Если молитва состоит только из любви, а отрешенности нет при этом и покаяния, то тогда мы тащим в подсознании за собой и дачи, машины, яхты и прочее. Почему у православных, святых, очень сильный был аспект покаяния, как бы подчеркивание своей грешности? Потому что они чувствовали корыстность молитвы, они пытались все таким образом заблокировать, чтобы шла любовь. Если я грешен, то значит подразумевается, что желание иметь яхту и так далее нужно придержать. А если без ограничений, если только радость, именно так молятся по каналам телевизионным все эти нынешние пасторы. Только любовь, только радость, все от Бога получишь. Ограничения нет, сдерживания нет. Вот ситуация. Есть еще один пример в нашей истории. Мультимиллионер, очень успешный человек, он этим гордится. Как его фамилия, который, извини, лечит, забыл? Нарбеков. Та же самая схема. У него один принцип. Постоянно улыбайтесь, постоянно радуйтесь. Ко мне приходят люди с его семинаров. Катастрофа. Дети до шестого колена все опустошены. Я не могу понять, в чем дело. А потом понял, когда ты концентрируешься на радости, а любовь и Бог ставишь на третье место, как у него в книжке, я есть сила, я есть радость, я есть любовь. Нормально? Вот я после таких утверждений загибаться стал на второй день. А у него все нормально. У меня просто запаса, святости нет, а у него есть. Поэтому я должен выживать, как говорится, на понимании. А он накопил мощный энергетический потенциал. Поэтому может он увеличить, у него 350 центров по всему миру, зрение лечится, у человека десятки миллионов долларов и так далее. Нет ничего, сливается он уже очень. Что, что? Он не рухнул. Рухнул. Нет, там нет ничего. Нет, но он говорил, что у него десятки миллионов долларов, 350 центров. А, да, говорить можно хорошее, хорошее там. Сосед говорит, так ты тоже говори, знаете, не говорю. Сосед говорит, что ему 80 лет, он пять раз за ночь любит свою жену. А вот я страдаю. Так я что-то, ты говори, что ты тоже это делаешь. Все и правда. Так вот, что я хочу сказать, что идея была, я с самого начала почувствовал что-то не то. А идея была одна. Вроде бы улыбайся, будь счастлив, радуйся, кажется прекрасно. Потом что, думай, что-то не то. Потому что, еще раз говорю, как только мы, божественно, это все. Как только мы берем одну половинку, а вторую выбрасываем, это уже дьяволизм. То есть, это вроде бы то же самое божественное, но когда оно не полное, это уже дьяволизм. Вот энергия, она не полная. Без любви энергия уже. Так вот, когда человек берет, а сейчас что очень модно? Сейчас можно западная тенденция думать. То есть, сейчас что? Успех, деньги. Как добыть? Нужно свою душу дьяволу продать. Как душу дьяволу продать? Концентрироваться на энергии. Позитив. Я тебя люблю. Приходит человек в квартиру, говорит, я тебя люблю. Я сам присматриваю, чтобы там стырить. Прекрасный анекдот. Знаете, про Василия Ивановича? Занемог Василия Ивановича. Вот как раз это идеально по книжке анекдот. Я шел, ехал сегодня. Занемог Василий Иванович. Лег на стол, лежит и стонет. Петька, помираю. Петька плохо. А Петька суетится. Василий Иванович, да ты че? Мы еще поживем, поживем. Уже гроб там примеряет. Вот. Так вот, когда человеку говорят, я тебя люблю, с одной целью его ограбить, то тогда это слово я тебя люблю работать перестанет. Вот те люди, которые эту книгу читают и будут постоянно повторять другим. Я тоже начал повторять я тебя люблю. Чувствую, пошло. Через час чувствую на душе тоска. Думаю, я же говорю, я тебя люблю неискренне. Это же лжесвидетельство. Я говорю, я тебя люблю, чтобы здоровеньким стать. Думаю, опа, вот оно и все. Поэтому, вот таких вот моментов, я думаю, еще будет много и будет постоянно. Обратите внимание, они появляются, умирают, появляются новые. Почему? Тенденция существует, халява, использовать молитву, веру, любовь, использовать Творца для того, чтобы была дача и так далее. То есть сейчас будет для того, чтобы мы прошли, преодолели искушение, должно искушение нарастать. Поэтому поклонение будущему, поклонение благополучия в мире должно нарастать неимоверно. Это есть антихрист. Все. И каждый в себе этого антихриста побеждает или ему, как говорится, подчиняются. Это уже, как говорится, от нас зависит.